Девушки отдыхают 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 Руководство оценило Также навыки Штеп второй выручки И общую слаженность Подразделений В одном строю Сегодня оказалось 160 сотрудников Различных подразделений ОВД Барнаула В конце смотря Особо отличившимся Сотрудникам Присвоили звание вручили государственные награды. Полицейские задержали жителя Барнаула, который несколько месяцев снимал с автомобиля зеркала заднего вида. Причем в поле зрения в воришки попадали машины исключительно премиум класса. Заявления от хозяев машин в отделы полиции начали поступать в конце февраля этого года. Общая сумма причиненного ущерба около 500 тысяч рублей. В ходе разыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела задержали злоумышленника. Подозреваемый в кражах 26-летний безработный Барнаулец сознался в содеянном. У меня доказанных 17-18, ну и недоказанных, я не знаю, 3-4 может быть. Точно не помню, что решал по пьяни. Уже сидела, ну не хотелось бы, конечно, но что поделать уже. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Задержанный может провести за решеткой до 5 лет. В Бийске из соображений безопасности закрыли бассейн «Дельфин». Такое решение приняли правоохранители после проверки учреждения. В ходе нее следователи выявили ряд технических нарушений в конструкции кровли. Так, при обустройстве подвесного потолка не была предусмотрена вентиляция. Между конструкциями старыми и потолком начинаются какие-то процессы. Ну и вот случилось то, что случилось. То есть кусок штукатурки там бетонной отвалился и упал в ванну. То есть вот разбираемся. К счастью, никого не задел. Напомним, в начале апреля во время детской тренировки часть потолочной конструкции прорвала натяжной потолок и упала вода. К счастью, никто из школьников не пострадал. По данному факту началась доследственная проверка. Бассейн закрыли для посещения на неопределенный срок. Международный туристский форум «Визит Алтая-2018» стартует сегодня в регионе. Он проводится уже в четвертый раз. В этом году мероприятия пройдут в Бурнауле, Бийске, Алтайском, Зминогорском, Первомайском и Тольменском районах с 20 по 29 апреля. Завтра Федерация спортивного туризма проведет целый ряд соревнований по рафтингу, скалолазанию и джип-спринту. В течение недели в регионе пройдут деловые встречи, съезды экскурсоводов и конкурсы профмастерства, где выберут лучших работников гостиниц и санаториев. Кульминацией станет традиционный праздник цветения моральника, где будет дан официальный старт летнему туристическому сезону. Гостей ждут в особой экономической зоне Бирюзовая Катунь. Здесь состоится большая развлекательная программа с работой фотозон и выставок. Сюда же в этом году перенесли традиционную площадку для делового общения представителей бизнеса, науки и власти. Алтай-тур, Алтай-курорт. Раньше ее организовали в Барнауле. Новый формат мероприятия и у фестиваля крестьянское гостеприимство, что позволит презентовать туристко-рекреационный потенциал городов, районов края, которых заявлено несколько десятков. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края облачно без осадков. Днем в Зминогорске 4 градуса выше 0, плюс 7 в Олейске, Бийске и Заринске. Около 13 градусов тепла в Кулунзе. В Барнауле ветер юго-западный умеренный около 7 выше 0. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok